МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 45 лет в мире искусства ДШИ отметила юбилей. Лагеря и работа дворовых площадок. Чем занес ребенка в летние каникулы? Дачный сезон не за горами. Как уберечь свое садовое имущество от краж? Далее расскажем по всем подробно. На днях в городских родительских чатах появилась информация о том, что один из жителей города совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. История моментально обросла слухами. Мы решили обратиться в Следственный комитет и выяснить, что произошло на самом деле. Предугадать, что такое может произойти с твоим ребенком, практически невозможно, каким бы осторожным и ответственным родителям ты не был. Так случилось и в этот раз. Привычное занятие с репетитором обернулось трагедией. Произошли трагические события на территории города СОРО в апреле. Было совершено преступление в отношении несовершеннолетней жительницы города СОРО. А именно взрослый мужчина совершил насильственные действия с вольным характером. Данный мужчина сейчас задержан следователем. И на настоящий момент ему избран мер пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас на данный момент проводится предварительное расследование. Предположительно, мужчина работал в одной из школ города. Но пока ведется расследование, подтвердители опровергнуть эту информацию правоохранительные органы не могут. Точно известно, что в свободное время мужчина проводил индивидуальные занятия на дому. Данные события происходили в вечернее время вне стен какого-либо учебного заведения. О данном преступлении нам стало известно из заявления мамы ребенка, которая обратилась в правоохранительные органы. И следствием стали проверять эту информацию, и она подтвердилась. Еще один слух, которым обросла эта история, девочку заразили вирусом иммунодефицита. Но эту информацию в Следственном комитете опровергли. В настоящее время по факту преступления в отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. В случае, если вина мужчины будет доказана, его ждет от 12 до 20 лет лишения свободы. Минпросвещение и Рособорнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 17 июля. Согласно приказу, экзамены по географии, литературе и химии состоятся 31 мая. Экзамен по русскому языку будет разделен на два дня. Его проведут 3 и 4 июня. Экзамен по профильной математике назначен на 7 июня. По истории и физике – 11 июня. По обществознанию – 15 июня. А 18 июня пройдут ЕГЭ по биологии. А также письменная часть по иностранному языку. 21 и 22 июня – устная часть по иностранным языкам. 24 и 25 июня – информатика и информационно-коммуникативные технологии. ИКТ. Напомним, в этом году выпускники школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. 9-ти классники смогут получить аттестаты об обязательном общем образовании после сдачи двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 11-ти классникам, которые не собираются поступать в ВУЗы, вместо ЕГЭ надо будет сдать государственные выпускные экзамены. Также по двум предметам – русскому языку и математике. При этом 28 и 29 июня и 2 июля предусмотрены как резервные дни для сдачи ЕГЭ. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день – 17 июля. В детской школе искусств прошла торжественная церемония, посвященная 45-летию со дня образования учреждения. Сотрудники ДШИ получили почетные грамоты Министерства культуры Нижегородской области, благодарственные письма и другие награды. Подробности далее. 45 лет назад в нашем городе открылась детская школа искусств. За это время тысячи юных саровчан научились здесь играть на фортепиано, петь, танцевать, рисовать и создавать различные макеты. Овладели игрой на народных инструментах. Сейчас ДШИ занимаются около тысячи юных саровчан. Выпускники школы нередко поступают в профессиональные хореографические или музыкальные училища, консерватории. Практически каждый месяц ребята привозят с различных областных, всероссийских и международных конкурсов дипломы лауреатов и гран-при. Все это не только свидетельство таланта юных саровчан. Ведь успехи говорят о том, что учат наших детей прекрасные педагоги, настоящие мастера своего дела. Как можно научить человеку, маленького ребенка, прекрасному, правильному эстетическому восприятию действительности и научить его воспроизводить вот это красивое, эстетически верное. Это, на мой взгляд, возможно только в одном случае, если человек, который учит этого ребенка, он сам искренне любит то, что он делает, увлечен и настоящий профессионал. Антон Ильянов вручил сотрудникам школы искусств почетные гранты Министерства культуры Нижегородской области. А директору ДШИ Наталье Колповской благодарственное письмо городской думы Сарова, адресованное коллективу школы за многолетний плодотворный труд, высокопрофессиональное мастерство, преданность своему делу, творческий подход к образовательной деятельности, большой вклад в эстетическое образование детей. Также награды вручила Елена Рогожникова. Школа уникальная, школа многофункциональная, что дает большие возможности. Но самое главное, мне кажется, что в этой школе, это то, что в ней удается все время сохранять традиции. То есть мы идем вперед, учимся новому, но всегда сохраняем традиции. И на самом деле это благодаря вам, благодаря нашим ветеранам, которые сегодня присутствуют в зале, и которые всю жизнь отдали работе школы. Это, естественно, тем, кто пришел и подхватил потом это знамя и понес вперед. Творческим подарком для гостей праздника стали выступления учеников и преподавателей школы. ГИБДД разработала проект дополнений к правилам дорожного движения, пишет коммерсант со ссылкой на соответствующий документ. Согласно данным издания, ГИБДД хочет значительно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. При выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня инспектор оформляет протокол по статье 12.5 КОАП от штрафа в размере 500 рублей до лишения прав. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Три дня между майскими праздниками в России объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. Об этом объявил президент России Владимир Путин перед совещанием с регионами по коронавирусу. Впереди череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни. 6, 7 и 8 мая, заметил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что и в обычной ситуации многие бы взяли отгул или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Добавил он и объявил, что эти дни будут в этом году нерабочими с сохранением зарплаты. Таким образом, с учетом всех майских праздников, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. При этом президент отдельно подчеркнул, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах. Доклинические исследования вакцины для профилактики аллергии на кошек начались в России. Они будут проведены достаточно быстро, заявил заведующий кафедрой клинической монологии и аллергологии Сеченовского университета академик РАН Александр Караулов. Ранее сообщал, что команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом ведет разработку вакцины. В этом году планируется скомпоновать вакцину, завершить доклинические исследования и перейти к клиническим. Если все испытания пройдут успешно, то в этом случае можно рассчитывать, что летом 2022 года ученые могут начать прививать участников клинических исследований. Волонтерский центр «Радость моя» победил в конкурсе малых грантов «Православная инициатива». Средство получено на реализацию проекта «Гостиная с припеком». Суть проекта – обучение кулинарии и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. На грантовые средства волонтеры приобретут кухонное оборудование, однако необходим ремонт помещения, поэтому нужны добровольцы, которые могут его сделать. Подробности в группе «Радость моя» православные добровольцы Сарова ВКонтакте. Детские лагеря Первую смену практически в каждой школе будет работать в лагере. На сегодняшний день около 1200 человек подали заявление, родители подали заявление, для того, чтобы своего ребенка на эту первую смену устроить. Эти лагеря на внебюджетной основе, то есть термическая плата там будет предусмотрена. Она, как правило, небольшая, в районе 2000 рублей, это за питание. Загородный лагерь с дневным пребыванием откроют на базе Центра социальной помощи семье и детям «Теплый дом». Активные игры и интересные логические задачки приготовили для школьников на дворовых площадках. Их откроют 1 июня в рамках проекта «Дворовая практика». Первая смена в лагерях «Березка», «Лесная поляна» и «Гайдар» начнется уже 6 июня и пройдет с соблюдением всех ковидных ограничений. Те дети, которые будут находиться в лагере, они перед отправкой в лагерь будут получать справку с анапидстанцией о том, что они не имели контактов, в том числе с инфекционными больными. Персонал лагеря также будет протестирован перед началом смены. Что касается ограничений для самих родителей, будут исключены так называемые родительские дни. В черте города также откроют творческие летние дачи на базе учреждений подведомственных департаменту по делам молодежи и спорта. Сюда ребята будут приходить во второй половине дня. Родители, которые покупают для детей путевки в лагеря санаторного типа, могут вернуть часть ее стоимости. «Если родители покупают путевку в загородный лагерь санаторного типа продолжительностью от 21 до 24 календарных дней, то государство компенсирует часть стоимости путевки. Например, за путевку в 21 день будет возвращено около 12 тысяч рублей. В принципе, это, как правило, около половины стоимости путевки. То есть, неплохое подспорье для домашнего бюджета». Примерно 1400 юных саровчан этим летом будут участвовать в спортивных сборах. С 26 апреля начинается голосование по выбору приоритетного объекта благоустройства на 2022 год. На портале голосза.ру саровчане смогут отдать свой голос за благоустройство сквера в районе дома номер один по проспекту Мира или зоны отдыха на Продубровое. Тот проект, который наберет больше голосов, будет в 2022 году благоустроен за счет городского, областного и федерального бюджетов. Напомним, что в этом году на основании выбора граждан пройдет благоустройство парка на улице Сосина. Голосование продлится до 30 мая. Дополнительную информацию можно получить по специальной горячей линии 8 800 620 13. Кражу садового участка раскрыли саровские полицейские. С заявлением потерпевший обратился 1 марта. Спустя неделю правоохранители установили подозреваемого. Вор уже начал сбывать украденное. Вещи искали у их новых хозяев. Наконец, 21 апреля часть награбленного вернули законному владельцу. Расим Мамедович много времени проводит на своем дачном участке. Даже зимой мужчина обычно ездит туда через день. Но в феврале пропустил три недели. И, приехав на огород после очередного отсутствия, мужчина обнаружил, что на его участке кто-то побывал. Были вскрыты двери в сарайку, где хранится весь инструмент, оборудование. Все необходимое для работы на огороде. И также дверь в домик. Там ничего не тронуто, естественно, в домике. Я как зашел в сарайку и сразу обнаружил, что пропало очень много оборудования. Бензопила, бензокосилка, триммер, точила, набор ключей. Сразу же мужчина обратился в полицию и дал показания. Место происшествия осмотрели. Быстро появились зацепки. Спустя неделю Расиму Мамедовичу позвонили и пригласили в УВД еще раз. Потом потерпевшему сообщили, что две вещи уже изъяты. Хочу сказать то, что я очень-очень благодарен. И конкретно следователю Козлову за оперативную работу. Ну и в общем за работу всей этой нашей системы МВД. Каждый год в Сарове регистрируют кражи с огородов. Обычно они происходят в теплое время года, когда наступает дачный сезон. Раскрываемость таких преступлений в среднем 30%. Полицейские делают свою работу, но и гражданам не стоит терять бедительность и позаботиться о сохранности своих вещей. Места для хранения на садоводческих участках оборудовать соответствующими запорными устройствами, чтобы нельзя было быстро открыть окна, оборудовать решетками соответствующими. Если хранится дорогостоящее имущество, то есть смысл потратиться на оборудование и подключение охраны, сигнализации. Также можно совместно с соседями оборудовать проезды видеонаблюдением. Оно нередко помогает полицейским раскрывать кражи. Перед длительным отъездом или после завершения дачного сезона правоохранители рекомендуют забрать ценные вещи с собой и хранить их дома. Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». Там проходит выставка «Медовая феерия». Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен, поэтому употреблять его можно смело как взрослым, так и детям. Также на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Пыльцу пчела занесла в улей, переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пиргой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пиргой, она съедет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 28 по 30 апреля с 10 до 19.00. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» и цельных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин